приветствую всех на канале авторская прикормка и в этом видео я покажу как приготовить бюджетную рабочую прикормку для ловли карпа несмотря на то что здесь применяются довольно таки простые компоненты порой эта прикормка может выиграть даже у покупных прикормок для ловли карпа ведь все вы знаете для того чтобы соблазнить карпа а он поистине гурман нужны очень дорогие смеси и когда собираешь прикормку на карпа выходит очень крупная неподъемная сумма для многих людей и сегодня я покажу как приготовить поистине народную прикормку которая ловит карпа компоненты все доступны и не стоят заоблачных денег а даже наоборот и так для начала что же нам потребуется здесь у нас 100 грамм риса и 100 грамм перловки я их заранее отварил как варить перловку рис если перловку не замачивать а сразу поставить на плиту и варить доводим ее практически до готовности и за 10 минут до готовности самой перловки добавляем в эту же кастрюлю 100 грамм риса и отвариваем уже рис до готовности когда рис готовится тогда и перловка у нас тоже дойдет вот так нехитро мы готовим сразу два компонента в итоге как видите получается достаточно много несмотря на то что тут изначально было 200 грамм всех компонентов получилось достаточно много уже в разваренном виде итак добавляем для замешивания как видите я добавил сюда вместе с небольшим содержанием именно той воды ликвида в котором варились наши компоненты добавляем их но такая красота очень сильный запах стоит теперь что нам нужно нам нужен обычный простой батон 200 грамм добавляем его прям сюда и тщательно замешиваем вместе с нашими компонентами данную прикормку я применял еще в юном возрасте когда вплотную начал заниматься рыбной ловлей привадами и подкормками для того чтобы закармливать интересные точки и приходить через несколько дней и ловить там рыбу раньше я ловил рыбу для пропитания сейчас же я ловлю рыбу в удовольствие и все что я ловлю всегда отпускаю по мере возможности веду наш авторский канал где мы готовим прикормку своими руками и со временем стараюсь поделиться всем своим опытом который у меня есть за душой всегда рад вашей поддержке добрым комментариям и всегда рад когда мой опыт вам тоже оказывается очень полезен в этом рецепте все просчитано правильно ничего тут экспериментировать не нужно как видите все замешалось прекрасно только обращаю особое внимание когда вы будете отваривать рис и перловку также не забудьте небольшое количество чтобы там присутствовала жидкость в которой и варились данные компоненты это нужно для того чтобы здесь появилась клейкость и хлеб тщательно перемешался дополнительно сюда никакой воды не нужно лить как видите отлично лепится но еще не все дальше самый важный компонент на это количество получается у нас примерно пол килограмма нужно щепотку молотых и обжаренных семян льна добавить прям сюда и замешать но в их отсутствие я добавляю нерафинированное льняное масло столовую ложку на это количество это дополнительно ароматизирует нашу прикормку масло искать не обязательно у кого его нет берем обычные семена льна обжариваем и добавляем сюда и еще раз тщательно перемешиваем прикормка натуральная очень аттрактивная из-за своего аромата и так после того как добавили лен сразу пошел запах льна сильный как я уже говорил он дополнительно ароматизирует эту прикормку так а теперь еще один важный компонент это столовая ложка меда на пол килограмма прикормки добавляем ее также еще раз тщательно замешиваем по моему рыболовному опыту это самая лучшая и бюджетная прикормка которую мы только можем предложить карту она имеет как я уже говорил очень сильный запах который соберет карпа с дальних расстояний эта прикормка даже выдерживает конкуренцию с покупными прикормками но единственное что эта прикормка для пружин также ее можно использовать как приваду на поплавочную удочку можно закормить заранее за день или утром перед рыбалкой а вечером уже можно приходить и рыбачить на удочку что дальше делаю с прикормкой беру подобный контейнер выгружаю всю прикормку вот так распределяю по всему контейнеру все плотно закрываем крышкой убираем в холодильник в основное отделение если рыбалка планируется не на ближайшие пару дней то убираем морозилку одну заморозку эта прикормка выдержит потом когда нам нужно применить нашу прикормку берем нужное количество и заправляем в кормушку вот так она прекрасно лепится крючки тоже можно на крючки ставить кукурузу либо же заправлять в прикормку если несколько крючков оснастки одни крючки прям в прикормку потому как прикормка действительно лакомство которым питается карп другие же крючки можно ставить какие-то бойлы самодельные кукурузу выдерживает также дальние забросы идеальная прикормка для ловли карпа благодарю всех за поддержку подписывайтесь на канал кто еще не подписан и увидимся в следующих очень полезных и интересных видео на канале авторская прикормка видео вот Продолжение следует...